Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в самом начале Великого Поста, в который мы с вами вступили. Великий Пост готовит нас к постижению самой великой тайны нашей веры — Пасхи Христовой. И к этому событию он готовит нас путем углубления в тайны, в тайны тех событий, которые предшествовали этому Великому Дню. Тайны страдания нашего Спасителя, Его смерти и, наконец, воскресения. Текст молитвы, вступительный, самый первый, первого воскресения Великого Поста, открывает нам смысл, значение и содержание этого спасительного периода. Чтобы ежегодными подвигами Священной Четыридесятницы мы преуспевали в разумении тайны Христовой и достигли ее плодов, достойной жизнью. Итак, дорогие братья и сестры, вот текст этой молитвы открывает нам цель, к которой призывает нас Великий Пост. Цель, которую мы должны достигнуть, переживая эти священные сорок дней. И сегодняшняя Евангелие, Евангелие Первого Воскресения, также показывает нам искушение Иисуса Христа. Он также был введен Духом в пустыню, где сорок дней постился. Сорок дней голода, сорок дней жажды, сорок дней молитвы. Цифра сорок не случайна, она имеет большое значение в истории Израиля. Вы прекрасно помните, что сорок дней Моисей пробыл на горе в беседе с Богом. Сорок лет предводительствуемые все тем же Моисеем евреи путешествовали по пустыне на пути к земле обетованной. Таким образом, вот эта цифра сорок означает некое приуготовление. И не случайно, что сорок дней длился в пустыне пост Иисуса Христа, потому что Ему предстояло вступить на путь исполнения своей миссии, путь проповеди Евангелия. И, наверное, тоже в этом заключается великий смысл, что Богу было угодно, чтобы перед тем, как начать свою спасительную миссию, Христос провел сорок дней в подготовке, отказавшись от буквально обычных житейских материальных удобств, от пищи, питья, прибыв, можно сказать, с глазу на глаз с Богом. И также сегодняшняя Евангелие от Матфея рисует нам, что сам Сатана приблизился к Иисусу, чтобы его искушать. Троекратно искушает Сатана Христа. Искушает, можно сказать, давя на человеческие слабости, прессингуя вот эти самые наши человеческие слабости, которые часто ведут ко греху. Можно сказать, что, предлагая Христу искушение, Сатана как бы предлагает Ему другой путь, путь без Бога. И Христос, как мы видим в сегодняшнем Евангелии, эти искушения отвергает. Как Сатана обращается к Нему, искушая Его словами Священного Писания, так и Христос, отвергая эти искушения, также использует слова из Святого Писания. И так, дорогие братья и сёстры, Христос проходит вот этот искус 40 дней. Ему нужно начать проповедовать Евангелие, Ему нужно начать исполнять волю Отца. И поэтому в этом пути воздержания и молитвы укрепляется Его воля исполнить то, что Ему предписано Его Отцом. Мешают этому, безусловно, искушения. И поэтому Сатана предлагает Христу их, чтобы таким образом Христос сошёл своего пути. И не зря Христос воплотился. Он прошёл тот же самый путь, который проходит каждый из нас. Он вошёл в обычную человеческую жизнь с её проблемами, с её трудами, с её страданиями и, безусловно, с её искушениями. И таким образом Он сам, дорогие братья и сёстры, показал нам путь, как мы можем Его преодолевать только с Богом. Как мы можем преодолеть те искушения, которые предлагают нам отвергнуть Бога, которые внушают нам, что будто бы существует некий иной путь, путь без Бога. Пожалуй, это самое основное искушение. И мы с вами это хорошо чувствуем в нашей повседневной жизни, в нашем повседневном бытии. И поэтому мы грешим. Вот для этого Великий Пост, который вводит нас в глубокое постижение тайны спасительных событий, которые предшествовали Пасхе Господней, то есть страданий и смерти Иисуса Христа. Вот почему они сопряжены с покаянием. И неудивительно, что в католической церкви Великий Пост начинается с пепельной среды, с обряда посыпания пеплом головы. Вот этот символический жест покаяния говорит о том, что мы осознаем, что нам есть с чем бороться. Мы осознаем, что нам очень многое мешает войти в эту тайну, тайну спасительной жертвы Христа и сделать ее своей. Поэтому Пост подразумевает аскезу, Пост подразумевает то, что показал нам Христос. Это молитва, это покаяние и это воздержание. То, что помогает нам осознать наши грехи, раскаяться в них и еще больше сконцентрироваться на наших отношениях с Господом. Итак, дорогие братья и сестры, Пост — время спасительное, но Пост — время трудное. Он связан с воздержанием, он связан с тем, что нам нужно отказываться от чего-то, быть может, ставшего для нас привычным и, как кажется, необходимым. Но отказываться не просто так, не для того, чтобы продемонстрировать силу воли, отказываться для Бога, чтобы посвятить больше времени Ему, чтобы открыть Его в своей жизни, чтобы войти, как я уже говорил, в тайну спасительной миссии Христа, потому что это Он сделал в том числе для каждого из нас, для меня, для всех вас. И чтобы это осознать, надо об этом много думать. Для того, чтобы много думать, нужно для этого какое-то время. Вот поэтому Великий Пост помогает нам отодвинуть то, что второстепенно, то, что неважно, без чего можно обойтись, а иногда и то, без чего, как кажется нам, обойтись нельзя. Но сконцентрировать своё внимание на том, без кого невозможна наша жизнь, кем мы живём и движемся, и существуем. поэтому я приветствую вас в самом начале этого Великого Поста, хочу пожелать вам искренности и веры с самого Его начала, чтобы мы знали, какая цель стоит перед нами. Ведь, как я уже говорил, сорок — это подготовка, сорок — это испытание. Пройдём же эти испытания, потому что впереди нас ждёт спасительная цель, спасительная и радостная, подающая надежду, которую никто у нас отнять не сможет. Субтитры создавал DimaTorzok